Это так, абунданция. Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к Айурвене. Что оттуда подходит жителям других стран? У нас не так жарко. Ну, сразу остановимся на этом, да? Да практически всё. Человек устроен одинаково, что в жарких странах, что в не в жарких странах. Все эти три жизненных принципа имеются в его организме. Первый принцип даёт, можно говорить, массу тела, его крепость, это слизи. Второй принцип ветра, это все циркуляторные процессы должны в теле идти, даёт. И третий, это обогрев. В жарких странах там, допустим, свои особенности, где-то там меньше надо обогреваться. А в северных странах, наоборот, надо больше обогреваться. И меньше высушиваться, и в соответствии с этим питанием. То есть Айурведа прекрасно это всё восполняет. Блюда Айурведические не все приятные, очень острые. А нам и не надо, знаете, вот очень острые. Эти Айурведические блюда... Вот зачем вообще Айурвед... Ну, будем говорить, Айурведа это наука жизни. Зачем нам, ну, будем говорить, блюдо, там, питание. Ну, в первую очередь, это поддержание жизнедеятельности раз. А во вторую, с помощью вот этого питания мы можем, мы можем сами себя уравновешивать. Потому что большинство болезней происходит из-за того, что у нас нарушается баланс в этих жизненных принципах. Индусы их называют ДОШИМ. И как только начинает нарушаться в сторону ветра, сухость и холод, появляются проблемы с суставами. Как только в сторону желчи, это питом их называется, у нас начинают появляться проблемы с желудочно-кишечным трактом, там, язвы, там, изжога. Умственно мы, значит, начинаем злиться, вот такие вот. То есть, вот они, откуда это все идет. И, наконец-таки, слизи или капха у них. То есть, человек жиреет, на этой почве возникают проблемы совершенно иные, с сахарным диабетом могут возникать, с сосудами возникать, вообще с ожирением и прочее, прочее. Так вот, с помощью вот этих блюд мы можем, мы можем регулировать. Ага, начинаются проблемы с суставами, мы добавили мазица. Начинаются проблемы, там, допустим, изжога или еще что-то. Ага, мы убавили кислое, жгучее, красное. И нормально, вот именно я так избавился от изжоги. У меня изжога была на икру заморскую кабачку. У меня изжога была на мед, даже если я несколько раз поем. У меня изжога была на, особенно на поджарку из помидор. Как я это все понял и все это исключил, она прошла. Так точно в остальных. То есть, не надо думать, что аэровидическое питание это только для Индии. Это такое питание, просто они там, у них слишком остро из-за того, что надо там паразитов там, которые так широко распространены в тропическом климате, их это сжигать. И поэтому они там применяют. Я когда был, я несколько раз поел приправленный там рис, и потом я не смог есть. Настолько все это сразу же вызывало у меня первоизбуждение желчи, тепла, что я потом только в основном питался в тибетском ресторане. Чем? Молоком и яичницей. Чем вы пользуетесь из аюрведы? Я пользуюсь из аюрведы вот самим понятием, что можно с помощью питания и образа жизни регулировать работоспособность и жизнедеятельность своего организма. Вот это самое главное, о чем я только что вам сказал. Остальное там блюдо, вот там рецептура, вот так, так, так. Я то есть имею понятие, как это работает, и дальше уже применяю. Вы говорили о том, что человек должен есть местную пищу. А мне порой купить через интернет аюрведические травки намного легче, чем у меня в стране Латвия. Ну, что поделаешь. Тут, видите, надо просто организовать у себя, наладить, ну, будем говорить, связаться с каким-то фермером, там, с магазином, через который торгуются местные продукты, и использовать. Потому что ваша кухня, как раз она подходит для Латвии. А не надо что-то такое аюрведическое, вот, что говорят, ага, полезное, полезное, полезное. На самом деле для того климата оно может быть и не полезно. Найти местные травы, да и дороже, да. Часто обычно ромашка, алипошиповник, мята можно найти, а вот что-то другое уже сложнее. Ну, конечно, можно сказать, что, пожалуйста, выходите, да сами собирайте. Ну, не все это могут делать. Но, по крайней мере, старайтесь вот что-то, что-то, конечно, местное. Ну, раз заказали, ну, заказали. Заказываю некоторые травы аюрведические с интернетом. Пью их, и мне помогают. Пью, посоветую аюрведического врача. Ну, если он исследовал вас и сказал, какие там у вас жизненные принципы вышли, то он с помощью этих чайков, травок уравновешивает. Ну, вполне нормально. Я видел, а вы ездили к Саи-Бабе, скажите, к какой религии вы себя относите. Очень интересуюсь с Саи-Бабой, но вот православие считает, что это секта. Ну, сразу скажу, дело в том, вот с моего опыта я могу сказать, мне было интересно и восточная там религия, мне было интересно и христианство, мне было интересно и мусульманство. И это всё, как бы сказать, если это истинное, это всё работает на одно понятие. Понятие духовной жизни. То есть это просто вот с этой стороны подходит, а это с этого бока подходит. Но на самом деле, по большому счёту, всё это единое целое. Поэтому я перестал как-то особо обращать внимание, какая там религия и так далее. Я просто вот понимаю, что я живу в огромном организме, имя которому Творец. И стараюсь так себя в нём вести, чтобы он меня поддерживал, а я его не разрушал. Вот так вот. И получается довольно-таки нормально. Кстати, с Айбабей относился, он уже умер положительно, потому что мне вообще интересен опыт, а как человек добился вот таких вот высот духовных? С помощью чего? Потому что люди так просто не будут приходить к нему там тысячами в ашрам. То есть за каждым человеком стоит его путь развития. И мне хотелось понять вот этот путь, а поняв этот путь, поняв особенность его, применить как-то к себе. Или хотя бы, знаешь, прикоснуться к чему-то такому, чего вот у нас нет. К сожалению, у нас вот эта вот, ну будем как бы сказать, культура святых, что ли, она как-то исчезла. То есть у нас сейчас, конечно, есть личности, да, есть православные личности, которые добились таких выдающихся результатов, но мы о них как-то мало знаем. Вот хотелось бы там знать об этом. А там, понимаете, вот эта культура, культура, будем говорить, духовного развития, она совсем по-другому преподносится. И поэтому там имеются ашрамы, которые люди посещают. А говорят они, в принципе, одно и то же. О том, что не убей, не укради, люби ближнего. Да, всё, поэтому я положительно к нему отношусь. Так, какие упражнения вы рекомендуете делать каждый день? Я лично сейчас делаю, это ходьба. Ходьба в течение часа. Далее я немножечко там через день занимаюсь тяжестями. Ну и возвращаясь, возвращайтесь в телевизор. Очень вам, вас не хватает. Надоело слушать малышу о том, что обязательно надо пить гормоны, антибиотики. Возвращение в телевизор. Возвращение в телевизор дело, конечно, можно так сказать, двоякое. С одной стороны, конечно, хорошее, а с другой стороны, это дело относительно непростое. Потому что там свои люди, в любой телевизионной компании, которые заинтересованы в своём продукте, видите, и даже сейчас не было особо оздоровительных программ. А после того, как получилась передача Малахов Плюс, теперь практически на многих таких больших каналах обязательно что-то подобное такое присутствует. Насколько там у них удалось, я трудно судить, не знаю. Но тем не менее, для того, чтобы попасть на канал, это надо, чтобы были какие-то там знакомые, были, значит, какой-то там протеже, был какой-то интерес, были какие-то там спонсоры заинтересованы вот в этом. И тогда, глядишь, ты попадёшь на канал. Мой случай, конечно, можно сказать, уникальный, потому что Эрнст меня пригласил, он меня не знал, ни по знакомству, ни так далее. Он действительно пригласил вот за то, что я знаю, то, что я умею, и, как показала практика, не ошибся. Ну, всему бывает начало, и всему бывает конец. Так, надоело слушать Малышу о том, что обязательно надо пить гормоны и антибиотики. Понимаете, почему обязательно надо пить гормоны и антибиотики? Я так понимаю, что современная медицина пытается укрепить наш современный организм, живущий в таких условиях, с помощью гормонов и антибиотиков, защитить его и укрепить его. При этом, абсолютно не понимая, что организм сам, он укрепляется и защищается. Но для этого важно создать ему условия. И да, понимаете, вот почему используются антибиотики? Да потому что, когда организм заболевает, вот естественный процесс заболел, то вырабатываются действительно свои собственные, грубо говоря, антибиотики, свои собственные там вещества, которые иммунная система вырабатывает и с помощью этого с заболеванием борются. Все, поборолось, дальше этого не надо. А ученые же, они заметили, что процесс там иммуноглобулинов, эритроцитов, вернее, лейкоцитов возрастает, еще каких-то веществ, еще каких-то веществ, да? И думают, о, раз это возрастает, ага, или там антибиотики, которые там уничтожают бактериальную, значит, болезнетворную флору, мы их будем совать туда, сами. Но вот тут идет непонимание самого основного, что когда человек заболел, это процесс, в течение которого внедряется болезнетворное начало в организм, разворачиваются силы организма, то есть должен пройти естественный процесс разворачивания сил борьбы и, наконец-таки, с потом выброс этого. Потом стадия, будем говорить, маленького такого истощения, потери сил, потому что организм боролся, потом идет восстановление и все, организм как ни в чем не бывало. А тут получается, что вот этот естественный процесс борьбы организма с инфекцией, он срывается, его пытаются заменить там антибиотиками. А получается, а получается, что и бактерии со временем приспосабляются к этим антибиотикам, и становятся они не реагируют на них. И плюс еще за счет подавления нормальной микрофлоры, которая нам нужна антибиотиками, развивается микрофлора, вернее, не микрофлора, а грибковая составляющая организма. А раз она развелась, у нас не болезни возникли от бактерий, болезнетворных, которые они там подавляют, а зато от грибков, не менее грозные и порой смертельные. Вот, поэтому здесь важно повышать защитные силы организма, прежде всего, это внутренняя частота организма, это сохранение душевного равновесия, нормальное питание, физическая нагрузка, сон достаточный и все, организм сам справляется со всем. Далее, почему гормоны? Потому что было замечено, что вообще у молодого организма процент этих гормонов больше, за счет этого сила больше, крепость организма больше, значит, вообще жизненные функции, значит, у него сильнее. Вот, и думают, и думают, ага, раз это так, то давай мы ему еще будем давать эти гормоны, а что получается? Смотрите, наш организм вот в молодости, да, он вырабатывал гормоны, со временем это меньше становится, но тем не менее, это естественный процесс выработки, все так и должно быть. И когда начинают давать гормоны, и есть там много историй, описывающий, как это в начале происходило, там, вводили себе гормоны, там, обезьяны, врачи, то у них сразу возникал прилив сил, возникало и все это, они думают, о, хорошо, буквально-таки, эликсир молодости был найден, так они считали. А потом со временем, допустим, делают ту же дозу, она не помогает, то есть, на то больше, больше, больше. Оказывается, наш организм на эту гормональную, значит, гормональное лечение, он просто-напросто свои гормоны начинает производить в уменьшенном количестве. И дело идет к тому, что, что дальше без гормонов из них он вообще никакой. Вот многие спортсмены, особенно бодибилдеры, они говорят, вот, значит, когда принимал анаболики, организм, значит, был силен, масса росла, значит, чувствовал себя суперманом, так далее, значит, все это, потенция, было великолепно, а потом перестал принимать, да, сила сдулась, масса упала, и, грубо говоря, половая потенция тоже стала никакая. Вот, это говорит о том, что мы сделали организму такую медвежью услугу, пытаясь, вот, как бы сказать, помочь. И теперь думается, что надо постоянно принимать, а постоянно, значит, там совсем, говорит, вот эта своя собственно гормональная функция, она отпадет, плюс, все-таки искусственные гормоны, это не природные гормоны, которые у нас, они как-то вызывают разбаланс в той или иной мере. И в результате от этих гормонов люди там поправляются, еще что-то на них получается, еще что-то они у них, вроде как бы сказать, здоровые, там, это, видят, лицо стало какое-то там, это, отечное и так далее, и тому подобное. А дальше идут совсем другие проблемы, то есть, это такой путь к такому разбалансировке своего организма, что дальше уже никто не может справиться, ни аюрведа, ни сами врачи, они не поймут, что произошло с организмом. Естественно, тогда надо просто садиться на крутой голод и все это выгонять, обнулять организм. Ну а про голод они еще там будут говорить, чтоб вы знали. Поэтому гормоны и антибиотики важно с помощью, оказывается, на гормоны влияет физическая нагрузка. Почему я занимаюсь тяжестями, подхлестываются мужские половые гормоны, вырабатываются. То есть, если человек вообще ничем не занимается, то у него один уровень гормонов. А если он занимается тяжестями, силовыми нагрузочками, он у него повыше будет. Видите, как это все можно сохранять, а не с помощью только. Ну, люди оказались, видите, ограничены в своем мышлении и это пошло.